Вот тут читаю комментарии над одним моим текстом или над роликом, я уже не помню. Пишет женщина, самый лучший психолог – это опытный умный человек, чаще всего мама. Да. Какое заблуждение у людей о работе психолога? Психолог для них – это некая подружка, с которой можно поговорить и получить советы. Или мама-наставница, которая с опыта своей не очень удачной жизни может точно посоветовать, что все мужики – козлы. Или другой опытный человек, который рассуждает в меру своей испорченности, или, лучше сказать, своего опыта. Мы не знаем о нем ничего. А психология – это наука. Опытный человек не может быть хорошим стоматологом, даже если все зубы съел. Психолог прежде всего обременен знаниями, знаниями о тех процессах, которые происходят у человека. Он знает те вещи, которые в человеке непроизвольно возникают. Ведь часто мы сталкиваемся с проблемой, панических атак, фобий. Но скажите, а почему они возникают? А я знаю. Часто сталкиваемся мы с семейными отношениями и чаще всего следуем согласно тем ролевым установкам, тем мифам, которые нам дают предыдущие поколения на основе своего опыта. Но поймите, у каждого этого, даже очень умного человека, есть свое субъективное мнение, которое вам может не подойти. Я не думаю, что вы обувь секонд-хэнди покупаете, не разбирая размеры, а смотря только, долго ли ее носили. Опытные люди. А вот у психолога нету субъективности отношения к вам. У него есть взгляд сверху над ситуацией. Не над вами сверху, не над вашими близкими, а над ситуацией. И он видит, что же там происходит. А там часто происходят луки в банке. И вот каждый там тянет одеяло на свою сторону. Очень часто приходят ко мне люди и говорят, Юрий Николаевич, а можно привезти своего мужа жену? Поговорим, потому что он... И тут начинается, что он. И они вбивают мне в голову, чтобы я его подделал, переделал под его требования. Вот она, та бытовая психология, которой вы хотите следовать. Поэтому, как другая написала, мне пока к психологу не нужно. Она, наверное, не ходит на профилактические обследования гинекологу, стоматологу. И вообще психология не интересуется. Увы, законы психологии так же неумолимы, как законы всемирного тяготения или законы электрического тока. Упадете, почувствуете закон всемирного тяготения. Но, может быть, давайте не падать. Может быть, давайте использовать законы психологии, которые я знаю. Ну и в конце я вам добавлю. Я в таком возрасте и столько посмотрел судеб человеческих, что у меня опыта, а больше у того опытного человека. Я, не молодая девочка, только что закончившая курсы по психологии, с хорошим образованием университетским, кандидат наук. Практикую более 35 лет. И сейчас я могу себе позволить работать на результат. И когда я вижу пары, вижу человека, я вижу внутреннюю суть данной ситуации. Поэтому мою работу можно назвать эксклюзивной. Потому что есть знания, есть опыт человеческий, есть опыт работы с вами. Сколько поколений прошло перед моими глазами. И сколько лет я мог наблюдать за той или иной парой или за тем или иным человеком. И у вас есть возможность обратиться ко мне из любой точки Земли через скайп. Скажите, как же эта кушетка Фрейда? Ну, у Фрейда и телефон была эксклюзивная вещь. Поэтому у него была только кушетка. А у некоторых еще повозки были. А сейчас смотрите, какие машины и самолеты гоняли. Психолог работает с человеком, речью, мимикой, жестами, невербальным языком. А человек рассказывает о себе не только словами, семантикой, значением слов. Но и своей интонацией, скоростью речи, мимикой, жестами. Так вот этот невербальный аспект легко проходит через скайп-видео. И через него идет почти 90% информации. Зачем вам стоять в пробках, ездить черт знает куда, назначать время. А в некоторых местах и нету психолога. А у вас есть возможность. Потому что интернет сейчас, наверное, в каждой квартире. Набрать психологу. Задать вопрос. И выйти из того тупика, в котором оказались. Поэтому я и говорю, 30 минут, иногда, вовремя проведенные в беседе с психологом, предостерегут вас от жизненных трагедий. А вы можете ко мне обратиться именно в это время. А посмотрите, гонорары. Чисто условные. Потому что мне хочется людям помогать. Потому что я знаю, что такое деньги. Особенно сейчас, в нашей современной российской действительности. И мне не нужно повышать свою статусность высокими гонорарами. Вы подписывайтесь на мой канал. Следите за моим новым проектом. Читайте мои книги. И увидите, что я не та девочка, закончившая курсы по психологии. Или переучившийся, умудренный опытом парапсихолог, который себя именует и коучем, и эналпистом, и эзотериком. До встречи.